Руслана Борисовна, у нас традиция, мы взяли ее из поля чудес, естественно, мы не делаем из этого никакой тайны. Все, кто к нам приходит, нам дарят подарок. Мы просто меркантильные и хотим подарочек. Да, нам дарят подарок, мы его отправляем в музей нашей программы. Что принесли вы нам? Ну, раз у нас сегодня программа, которая посвящена образованию и конкретно экзамену ЕГЭ. Как грустно сказала, это было Борисово. Вот, то я вам принесла варианты, тестовые задания по ЕГЭ, по истории. Вот, правда, за 17-й год, потому что за 18-й мне еще нужны. Хорошо, мы не зайдем по краю, а потом зайдем за ними. Я принесла, чтобы рассеять некие стереотипы, складывающиеся среди населения по поводу ЕГЭ, что это просто те тесты, в которые нужно тыкать, никакого творчества и так далее не нужно. Вот просто познакомьтесь и посмотрите, можно ли просто проставить тут, чтобы получить вот хотя бы какой-то балл. Чтобы вы понимали, нельзя ничего проставить тут просто так. Здесь ни одного варианта. Ну, там должно быть А, Б, С, где-нибудь должен быть. Вот, 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 есть. Ну, даже это не совсем А, Б, С, там все равно... И то, видишь, тут все равно надо что-то писать и рисовать. Ты сдавала по истории ЕГЭ. Там еще было чисто. Все хорошо. Да, тогда еще было нормально. Теперь уже другие совсем, да? Так, а это что у вас такое? А это поделка, которую у нас вот дети сделали на трудах в этом году. Конкретно мальчик Артем Христолюбов сделал такую поделку. Ты так милая. Да, и вот вам на память. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, а теперь по традиции мы бы хотели с вами в маленькую игру сыграть. Игра называется «Кто последний?». В ней все очень просто. Сейчас мы будем втроем по очереди вспоминать... Типичные фразы учителей. Типичные фразы учителей. Ну, я мало знаю типичных. А мы... Я вообще давно в школе. Вы хоть сегодня были в школе. А я рассчитываю, что вы оба проиграете. Ну, вот мне вспоминается фраза «Садитесь в звонок для учителя». Маша, твоя... Ты читер, это нечестно. Хопа! Это самая простая фраза. Я знаю фразу «Кто пойдет к доске, если никто не поднимает, лез в рук». Так, хорошо. Руслан Борисовна, ваше выражение? Нет, я не знаю. У нас есть проигравший. Ура! Пойдемте снимать программу. Быстро, слишком быстро. Нормально. Жители страны очень трепетно относятся к искусству. Школьники готовятся к выпускным. А Саров – лидер Нижегородской области по социально-экономическим показателям. О чем говорит город, говорим и мы. В эфире «Соседский Wi-Fi». С вами Мария Рунч и Кирилл Васенин. Всем привет. Подключайтесь. Всем здрасте. Ну, ты подключилась? Я подключилась, Кирилл. Маша, еще одна неделя позади. Удачная, рабочая. Рассказывай, что тебя потрясло на этой неделе, потому что мне есть чем тебе ответить. Совсем недавно наши прекрасные главы города и администрации представили свои отчеты об итогах работы 2017 года. Там было очень много информации, очень много цифр. Но что мне запомнилось больше всего? Это то, что наш город, он самый классный в области по социально-экономическим показателям. То есть по таким, как зарплата и минимальный размер оплаты труда. То есть мы самые крутые в области? Мы самые богатые в области. А, самые богатые. То есть это повод гордиться? Это повод гордиться на самом деле. Если верить, соответственно, отчетам, то минимальный размер оплаты труда 9 763 рубля на душу населения. Так. То есть на трудоспособного человека эта сумма 10 522 рубля и для пенсионеров 8 085 рублей. Всегда удивляю, почему пенсионеров зажимают. Им что есть не надо или платить за квартиру не надо. Они просто уже маленькие, им надо меньше есть, я думаю. На самом деле мне очень интересно, вот что можно в месяц, на что можно потратить 9 тысяч и при этом, скажем так, выжить. Мы как-то несколько месяцев назад, мы делали такой эксперимент, когда еще чуть-чуть подняли прожиточный минимум. Мы пошли с нашей коллегой Натальей Петруниной, пошли в магазин, высчитали, сколько денег можно потратить в один день. Мы, ну, то есть всю сумму-то там 9 что-то там рублей, мы 9 тысяч чего-то там рублей, мы разделили на транспорт и так далее, и так далее, и так далее. То есть выщили все вот эти ЖКХ? Да, 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 на человека у нас осталась какая-то сумма смешная, типа, то ли 180 рублей, то ли 230 рублей в день. И мы попытались на эту сумму, на одного человека купить продуктов, ну, хотя бы на один день. Что попало в вашу корзину, Надя? Десяток, естественно, яиц, самое дешевое, мы взяли самое дешевое молоко, мы взяли макароны и бутылку масла, и у нас с ней осталось на, нарузике. Вот это да, вот это вы шиканули, просто десерт дня. Это была у нас, была фишка, мы в конце говорили на репортаже о том, что я решил порадовать Наталью и купил ей Рузиков, короче. Зато, как отметили у нас наши прекрасные главы, у нас выросла в городе и заработная плата. Если вспомнить отчет нашего прекрасного директора ядерного центра, то в наградообразующем предприятии средняя заработная плата у нас 75 тысяч рублей. Сейчас все мои друзья, которые работают в НЕФИ, у кого зарплата явно ниже, сделаны примерно так, сейчас на диванах все сидят, такие, где моя зарплата? И выросла у нас зарплата, самое главное, Кирилл, у людей, которые постоянно жалуются, что им не платят, и я действительно верю, это наши прекрасные муниципалы, если честно. У педагогов дополнительного образования средняя зарплата 31 685 рублей. Сейчас слышишь? Прислушайся. Слышишь этот вздох людей, которые сказали, у нас такая зарплата, а где она? А на самом деле больше. А на самом деле больше, да. Ну потому что Саров первый в регионе по зарплатам. Это повод гордиться, мне кажется. У педагогов, кстати, культуры и искусства, учреждения культуры и искусства 31 246. Ну и примерно столько же у педагогов дошкольного образования 31 956. Для сравнения тебе, чтобы ты не думал, что у нас голословные там наверху сидят, второе место по зарплатам в области у нас в нашем прекрасном Дзержинске. Если у нас культура и искусство получают 31 246, то там работники культуры получают 21 с половиной. То есть на десяточку сразу раз? То есть как бы разница действительно ощутимая. Маша, как сильно ты любишь современную российскую эстраду? Я отношусь к ней очень положительно, есть очень действительно хорошие, достойные группы. Хотел рассказать одну историю, которая произошла с легендарным, я не побоюсь этого слова, человек огромное количество лет на сцене, с легендарным Филиппом Киркоровым. Поехал наша звезда Филипп Бедросович по области, по Нижегородской, с концертами, с гастролями. И попал он в славный город Павлово. Это там, где делают автобусы павловские, пазики так называемые. А он на пазике туда поехал? Люксованный пазик. 17 колеса стоят. Он в блестках перья из него торчат. Заниженный такой, то есть вот на этом пазике он, значит, приехал в Павлово, все его там радостно встретили, и должен у него быть концерт. Естественно, фура с всеми костюмами, антуражем и так далее для сцены, все приезжает заранее, за несколько дней, за день, за другой, чтобы все это успели выставить. И в ночь перед концертом, пока все вещи находились в фуре... Он ушел в цвет настроения синий. Да, ну я уж не знаю, в каком настроении был Филипп Бедросович. Так вот, два мальчугана, как оказалось, влезли в эту фуру и утащили костюмы из подтанцовки Филиппа Киркорова. Парни оценили костюмы, они сказали, класс, теперь их надо загнать. Отлично, и никто не догадается, наверное, что это подтанцовки. Очень часто павловские парни ходят в белых перьях, мне кажется. Да, или, знаешь, в золоте и немножко здесь бирюзы. Таких стразиков, кстати. Стразиков, да, 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 и идут все от настроения. Это типичные жители Павлова, в принципе. Да, да. Так вот, они, значит, взяли эти костюмы, пошли, насколько это было написано в одном интернет-издании, пошли они в приемный покой. Пошли в приемный покой, там работала какая-то знакомая, они говорят, купи у нас эти костюмы, за недорого. Врачам же очень надо. Врачам ни в чем ходить, не купили. И парни говорят, ну мы же в школе учимся, там выпускницы, там учителя молодые. Им точно надо. Пойдем туда, пришли туда, и там их повязали. А я читал такую информацию, что Филипп Бедрощич расстроился. Изрядно. Решил, что он не может бросить прекрасных жителей Павлова. И на вертолете сгонял в Москву, взял запасные костюмы и вернулся. И при этом задержал концерт буквально там, получается, минут на 20-25. И сам лично со сцены извинял. Сколько там надо, сколько надо времени, чтобы на вертолете из Нижнего до Москвы долететь? За костюм. За костюм, господи, метнулся. Подожди, не глуши двигатель, я сейчас бегом по лестнице вернулся, вертолет вернулся. Не знаешь, что интересно? Как он быстро так добрался до Москвы и назад? Может быть, в Монасты Речи улетел другой вертолет, и они по пути закинули ему костюмы? То есть, как в современных боевиках, да? Ну, конечно. Под музыку из Джеймса Бонда, да? Из миссии Бонда. И вот так пролетает, и вот так закидывает к нему. Может быть. Знаешь, что точно войдет в историю? Что? Случай, который недавно произошел в Третьяковской галерее. Так. Что там произошло? Там произошло просто что-то феноменальное. Посетитель пришел специально, чтобы посмотреть на картину Иван Грозный и, собственно, Иван Грозный. Ну, в Третьяковку, в принципе, все ходят, чтобы посмотреть картину. Ну, нет, этот пришел на конкретную картину. То есть, все ходят там на Дэдпул 2. Да. Кто-то там на... А он приехал в Третьяковку на конкретную картину посмотреть. Так. И что ты думаешь, он сделал? Что он сделал, Маш? Он ее порезал. Чи-и-и-и. Он повредил картину, я тебе цитирую, у вас, из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. То есть, он такой смотрел, смотрел, такой, не верю, видимо. Посох таким не мог быть. А что делали вокруг люди? Не могу тебе сказать. Возможно, я не знаю, он приехал ночью, никого не было. Люди были на Дэдпуле, видимо. Нет, нет, мне кажется, делали все вот так. Смотри, смотри, мужик, короче. В сторис, в сторис, в сторис. Смотри, смотри, смотри. Мужик режет картину. Ну, как-то так должно было происходить. По словам представителей Галереи, которые, видимо, снимали и почему-то не торопились отвлечь бедного посетителя от картины, нападавший сосредоточил удары в районе фигуры царевича. Похоже, это не его сын. Да, не верю, это не его сын. Он там был, он знает. Смотрите, какие у него глаза. Это не его глаза. У меня лучше всего, я тебе, чтобы ты понимала мое отношение к изобразительной искусству, лучше всего получается каляка-маляка. В школе меня учителя по ИЗО очень любили. У меня была двойка дважды. Кстати, сейчас поговорим о школе. Ну, а пока, о чем еще говорит интернет, нам сейчас расскажет Наталья Петрунина. Наташа, поехали. Давай, Натанька, жди. 18 мая премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Это событие окружила атмосфера настоящего праздника. В телеграм-каналах и твиттере появилось много шуток о некоторых назначениях. Самым популярным, по данным Медиалик, стал твит телеканала «Дождь» с инфографикой, в которой дизайнеры забыли поменять словосочетание «министр-министрович» на имя и фамилию Дмитрия Кобылкина. Лидером по шуткам о новом правительстве стал Виталий Мутко, известный своей непотопляемостью. Несмотря на допинговые скандалы, проблемы со строительством стадионов и отлучением России от Олимпийских игр, он остался в числе вице-премьеров, но поменял специальность со спорта на строительство. Let me speak from my heart in English. На том же канале Медиаликс еще одна примечательная новость. В понедельник, 28 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил в Москве на съезде уполномоченных по правам ребенка. Он рассказал о том, что в прошлом году его ведомство расследовало свыше 19 тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних. Одной из причин гибели детей, по мнению Бастрыкина, стала информационная война, развернутая против них в интернете. А одним из главных рассадников насилия, как она и удивительно, назвала социальную сеть Инстаграм. Ну, тот, который на самом деле Телеграм. Ну, вы поняли. Судя по словам чиновника, именно из-за Инстаграм, Инстаграм, Телеграм, какая разница, был совершен теракт в Санкт-Петербурге в начале апреля прошлого года. Кстати, Санкт-Петербург в своей речи Бастрыкин назвал Ленинградом. Ну, хоть здесь не ошибся, но почти. Абсолютно все новостные Телеграм-каналы на прошлой неделе опубликовали сначала новость об убийстве в Киеве оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко, а потом информация о его чудесном воскрешении. Оно вроде бы хэппи-энд, но народ почему-то не слишком обрадовался возвращению Аркадия из мертвых. Убили его, и слава богу. Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Канал Ленин Точни мог не заметить, что Дмитрий Артюхов внешне напоминает сразу трех назначенных ранее губернаторов. Глеба Никитина из Нижегородской области, Дмитрия Азарова из Самарской и Александра Буркова из Омской области. Всех четырех называют управленцами-технократами. Все они носят темные волосы, босое лицо и однотипные очки. Канал Медиаликс напоминает, что на сайте известного бренда Баленсиага можно в один клик стать ультрамодным, купив вот эту футбашку, ну или руболку, кому как нравится. Стоит эта красота 1290 долларов, в переводе на наши около 80 тысяч рублей. На сладкое еще несколько шедевров от Баленсиага. Для тех, кто хочет всегда оставаться в тренде, пройти мимо такого невозможно. Развидеть, впрочем, тоже. А еще в мире найдено идеальное мороженое без сахара, яиц, лактозы, калорий. Веганское, конечно. Ну и пока весь мир замер в ожидании встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, президент США встретился с Ким Кардашьян. Обсудили само собой тюремную реформу и вынесение приговоров. Что же им еще, собственно, обсуждать-то? А к нашему соседскому Wi-Fi в это время подключилась наша гостья Горбунова Руслана Борисовна, директор частной школы Саров. Руслана Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Подключайтесь к нашему Wi-Fi. Пароль у нас сегодня ЕГЭ-2018. Пожалуйста. Самый, что ни на есть, образовательный. Отлично. Руслана Борисовна, у нас к вам первый вопрос, который мы не можем вам не задать. Расскажите нам, пожалуйста, что такое частная школа? В данном случае, вот у нас, в нашем городе, наша частная школа, во-первых, она включает в себя и детский сад, начиная с еслей, с года. И это начальная школа. Это одно из старейших вообще негосударственных учреждений нашего города и нашей страны даже. Потому что мы создали школу в 92-м году. Ого. То есть прям в стране, скажем так, очень мало таких? В стране одна из первых, да. Ого. А как это пришла? Это вот эта идея создать частную школу? Это было желание сделать, скажем так, школу лучше, чего-то не хватало в муниципальной? Или это была бизнес-идея? Нет, только не бизнес-идея. Это не приносит прибыли как учреждение. Как хотелось бы. Как хотелось бы. Нет, я даже не думала об этом на самом деле. Мне не очень нравилось на самом деле, как у нас в школах дела обстоят. Я вообще не хочу сказать, что у нас плохие школы в городе. Ну, это само собой. Совсем даже нет. Ну, просто в мире давно уже проводятся исследования, какие, например, начальные школы лучше. Вообще, вот в принципе, какая начальная школа лучше. По каким критериям это? Сразу сколько вопросов появилось. Критерия на самом деле два основных. В классе, где учатся младшие школьники, должно быть не более десяти человек. Чтобы удобнее было, наверное, заниматься, да? Чем меньше группы, тем, наверное... Да. И должен быть очень высокий уровень учителя. То есть учитель должен иметь очень высокий уровень образования, интеллекта и вообще стремление работать с детьми. Это два основных критерия. Ну, а так как мне хотелось создать нечто вот именно вот идеально лучшее, то я так и решила, что надо так и сделать. Это ваш маленький идеальный мир. Да. В мире там частные школы в основном закрытые. То есть родители не забирают детей, дети там живут. Типа интерната. Да. И родители уверены, что отдавая туда своего ребенка, они точно получат самый высокий уровень всего, что они хотят. Образование, культура. Ну, как будто маленький Хомарс просто. У нас все-таки не так. То есть у нас это не закрытое учреждение. Хотя это учреждение полного дня, дети у нас до шести часов находятся и с семи утра. А сколько единовременно занимается у вас детей? Ну, вот если взять в общем, вот сегодня идет поток, там, четвертый класс, например. В четвертом классе сейчас двое человек. Очень удобно. Очень удобно, кстати говоря. В втором классе девять человек. В третьем классе семь человек. Когда у тебя два человека в классе, вообще прогулять невозможно. Ты всегда одна, понятно, что кого-то нету в классе. Прогулять. Не то слово. Тут невозможно голову повернуть в сторону. Самое... И списать не у кого. Да. Но если один заболел. Самое, мне кажется, вот такое важное, то, что мы получаем, это человек, который все время, все четыре урока он работает и пашет. В любом случае. Потому что если их там пять или шесть, то нет возможности. Они все просматриваются. А девять человек... Нет возможности не ответить стихотворение сегодня. Нет возможности не рассказать параграф, который был задан. Нет возможности вообще отвернуться. Вот мне всегда было интересно, во всяких различных фильмах, сериалах, как показывают частные школы. Ну да. Там открываются двери. Ворота сначала открываются. Ворота, да. Ворота, ворота, езжают туда люди. Там все такое красивое, все такое деревянное. И вот они ходят там такие маленькие, все прилизанные, маленькие модельчки. Как это выглядит на самом деле внутри частных школ? Я думаю, что в тех частных школах, которые вы видели, так оно и обстоит дело. Наша частная школа, она работает в нашем городе. Платят тут такую сумму, которую могут жители нашего города. А вот вы только что сказали, какие зарплаты. На такие зарплаты, на такие деньги. Такое не сажается. Не делаешь. Но я не скажу, что у нас прям сильно плохо как-то там. У нас тоже есть ворота. Гравильная дорожка. Гравильная дорожка должна быть. Вот. А вы рассылаете в 11 лет людям письма? Мне просто интересно. В Хогвартс всем рассылают. С собой? Нет, нет, это вы приглашены в школу частную. Нет. Как в Хогвартсе. Мне кажется, это отличная бизнес-идея. Чем отличается еще? Да, еще чем отличается, у нас дети много занимаются творчеством. Во время уроков или вот неурочные? Нет, ну и во время уроков, и в неурочное время. Ну вот, например, у нас есть кружок хора. Туда ходят все. И практически вот не бывает такого, что ребенок прожил у нас там 3-4 года, и чтобы он ни разу не был ведущим какого-нибудь праздника, чтобы он ни разу не сыграл какую-то роль. То есть они в любом случае всегда в чем-то даст участвуют. Да, 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 и участвуют все до одного. Я, ну только по молодости, достаточно протестный был молодой человек, то есть я никогда, если мне говорят, тебе надо, я говорил, мне не надо. Вот есть у вас такие протестные дети, которые говорят, я не буду участвовать? Чаще всего гораздо бывает наоборот, то есть они возмущаются, когда им не дают хорошую роль, главную роль, там и так далее. Ваше личное мнение, потому что по поводу ЕГЭ хочу спросить, потому что родители, которые сейчас детей отдают в 11 классе, они воют воем от ЕГЭ. Дети воют воем уже который год от ЕГЭ. Сколько ходят на репетиторы? Скоро ходят на репетиторы людей, начиная с 8 класса. Моё мнение такое, что я не против ЕГЭ. Нет, совсем даже нет. Они возмущаются, что сложно, трудно, что надо учить, что... Но вы понимаете, я вам точно скажу, что дети, которые готовятся к ЕГЭ вот сейчас, они в любом случае более грамотные, они больше знают, они более образованные, чем те, которые... Потому что вариант ЕГЭ, например, взять русский язык. Если раньше писали сочинение, пишут сочинение, ставят оценку, при поступлении в ВУЗ писали или сочинение, или изложение, или диктант, всю зависимость от того, какой ВУЗ, и всё этим заканчивалось, то вариант ЕГЭ по русскому языку сейчас, он предполагает владение языком полностью от начала до конца, начиная с правила ЖИШИ. Кончая грамматикой языка, и сочинение тоже входит туда же в этот ЕГЭ. То есть, фактически, от начала до конца всё владение русским языком этим вариантом проверяется. Я немножко уточню, чтобы мы понимали, о чём воют, ну, поют, опять-таки, да, говорят именно о том, что в школах... Почему я начал... Что в школах не готовят. Нет, наоборот, готовят только к ЕГЭ, не дают знания, затачивают под выполнение тестов. Вот о чём говорят родители. То есть, вот об этом тревогу-то вьют, что тесты выполнять заставляют, а не уши в языке. Вот я вам, знаете, в виде как раз этого, в виде подарка-то и принесла один из тестов ЕГЭ. Вот. И просто мне хочется сказать, что обычно об этом говорят те, которые этих тестов в глаза не видели. Потому что этот тест, это не то, на что можно натаскать. Если ребёнок делает по алгебре, например, 100% или 96% вот этого варианта, то он именно и владеет этой математикой полностью на 96%. Вот. Это совершенно не... Это не то, на что можно натаскать. Вот. Ну, слушайте, у ЕГЭ, на самом деле, вот как по мне, как человек, который сдавал ЕГЭ, есть действительно большое преимущество. Вот если, например, сравнивать просто школьные экзамены или просто уже экзамены в институте, но вот как по мне, очень большую роль играет именно вот межреченственное отношение с педагогом. Ты любому нравишься или не нравишься, поэтому ты сдаёшь или не сдаёшь. А ЕГЭ ты как бы или знаешь, или не знаешь. Да. И тебя уже как человека не оценивают, оценивают именно твои знания. Вот в этом плане. И сдавать надо один раз. А не ходить на постоянную перездачу. Нет, нет, имеется в виду, то есть я когда заканчивал школу, поступал в институт, мне пришлось сдать в школе экзамены, потом снова сдать через две недели. Экзамены в институте. То есть получилось, что я дважды за месяц, грубо говоря, мне пришлось садиться в аудиторию, выполнять математику. Мне кажется, что действительно это очень большой плюс, то что вот субъективность, она всё-таки снимается. Я просто вспоминаю вот свои времена, это было очень давно, но я в школе очень хорошо училась. И когда я сдавала экзамены выпускные в школе, меня экзаменаторы, ну вот учителя, которые, свои мои же учителя, которые меня же и спрашивали, они, разумеется, ко мне отнеслись очень лояльно. В общем, фактически поставили и всё, то, что они думали, что я, значит, заслуживаю. Вот. Ну, наверняка я не знала всего того, что сейчас есть в этих вариантах ЕГЭ. Вот. И я думаю, что это несправедливо. А когда я поступала в университет, там тоже очень большую роль играло то, что абитуриент напрямую беседует с экзаменатором. Там играет роль всё. Акцент. Вот. Я, например, приехала с Урала, и у меня был уральский акцент. Сейчас у меня его нет, а тогда он у меня был. Вот. Их разокуда вы приехали. Да. Но, понимаете, всё. Ну, очень много что. Цвет кожи. Я не знаю. Это всё влияет на... Да. Это даже не ощущает сам экзаменатор, но всё равно он на это реагирует. Вот. И может по-разному среагировать. Там можно... Если ты один на один сдаёшь экзамен, я вот помню, ты по билету рассказал, а потом экзаменатор имеет право тебя спросить всё, что хочет вообще из этой области, откуда угодно. И потом сделать вывод. Там поставить такую оценку или поставить такую. Готов к билету или знаешь предмет. Да. А тут всё. Один вот вариант. Комиссия его смотрит, несколько комиссий. Можешь подать на апелляцию. Но уже таких вещей, как акцент цвет кожи, запах какой-то не тот или ещё что-то, это уже не повлияет. Да. Я тут слышал историю. В одном городе отчитал один из сотрудников департамента образования, отчитал ребёнка за то, что ему показалось, что он как-то не так одет. Да. Вот. Да. Это прекрасно. Просто ребёнок был нормально, видимо, одет. Ну, не грязный, не хиппи, не панк. Он просто не по вкусу преподаватель. Вот я вам могу точно сказать, что опять же вот в тот университет, в который я когда-то поступала в 80-м году, вместе со мной в одной и той же аудитории сдавал экзамен мальчик, который был одет. А в то время он, это был не Советский Союз, а он был совсем не так, как принято у нас сдавать экзамены. Это были рваные джинсы, это была вот такая-то. Кайф, панк. Вы понимаете, экзаменатор даже не начал его спрашивать. Просто отправили. Сразу отправили, да. А пока наши школьники переживают перед ЕГЭ, мы решили узнать, знает ли взрослое население ответы на вопрос единого государственного экзамена. Лена, поехали. Спрашивай. Вопрос по истории. Из пяти исторических личностей нужно выбрать две, деятельность которых относится к 20-му веку. Предлагаем вам попытать удачу и вытянуть билетик. Ну, давайте. Давайте. Так, что попалось? О, история. Ну-ка. Классно. Кутузов, я на нее относится. Сперанский, Сперанский, Сперанский. А можно бы ему преподаватому показать, что я вот задачку решил? И по истории. А то у меня вот два экзамена осталось. Сталин 20-й. Жуков, конечно, да. Кутузов 19-й, начало 19-го. А, в 20-м Сталин и Жуков. Сталин – это наше время. Да. Жуков тоже наше время. Что, это 20-й век, сейчас 21-й. 21-й. Да. Жуков. Так, и, наверное, Сперанский. И Сталин, наверное. Жуков и Сталин. Ну. Да. Жуков, правильно. Да. Вопрос по географии. Что находится на территории России? Самое глубокое озеро мира? Самая длинная река? Самая высокая горная вершина? Или самое крупное месторождение медных руд? Так, что у нас попалось? География. География. Самое глубокое озеро мира? Вспоминаем. Байкал, вроде. Ну, возможно, самое глубокое озеро мира. Возможно, как оно называется? Байкал. Ну, давайте попробуем. Давайте. Что попалось? Самое глубокое озеро мира? Ну, Байкал. Это мне отвечать или школьникам давать? А что находится в России из этого? Ну, Байкал, разумеется. Байкал, конечно. Вот видите, как все просто. Да нет, а во чем проблема-то? Ну, а сейчас предлагаю, Руслан Борисовна, принять вам участие в нашей нетрадиционной рубрике. Она нетрадиционна тем, что мы нашему гостю всегда задаем какие-нибудь вопросы. Где-то кому-то надо выбрать из двух вариантов, один из двух вариантов. Кому-то надо просто ответить честно на вопрос. Для вас, поскольку вы человек-педагог, мы для вас выбрали вот что. Некоторая часть вопросов, это выражения из фильмов, известные. У них есть, они полноценные, вы их знаете и слышали не один раз. Ваша задача ответить не так, как в фильме они заканчиваются. Как педагог. А ответить как педагог. То есть, используя какую-то педагогическую лексику, педагогические какие-то приемы и так далее. То есть, неправильно ответить на вопрос, а сделать концовку школьной. Вот так, наверное. Да. Чтобы раз ее, хоп, и школьная. Ну, давайте попробуем на первом примере, чтобы вы поняли. Подождите, готова морально? Мне кажется, Лавр Слава в лесу не пристал дышать. Да, пожалуй. Давайте попробуем. Первое выражение из фильма «17 мгновений весны». А вас, Штирлиц, я попрошу... Выйти к доске. Отлично! Поехали, вы все поняли правильно. А вдоль дороги мертвый с косами стоять. И утром экзамен. Отлично, класс. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает... Глупо, на уроки надо ходить. Класс. Сразу видно большой педагогический салф. Сейчас попробую сымитировать кавказский акцент. Ларису Иванну? Она занята в учительской. Отлично. Упал, очнулся? Пятерка. Сдал. Сдал, да. Я не трус, но я... Не боюсь. Не боюсь. На экзамен не пойду. Мои родители хотели мальчика, а родилась... Две. Две девочки. Две девочки. А может быть тебе еще ключи от квартиры где? Где конспекты лежат. Отлично. Гюль, читай. Открой. Ротик. Ротик. Класс. Последнее. Муля, не нервируй. Гулю. Все. Супер. У нас получилось. Спасибо вам огромное. Это было весело. На этом действие соседского вишаи у нас подходит к концу. Встретимся на следующей неделе и вновь обсудим все самые интересные события, которые произошли в Сарое. Это была программа «Соседский вай-фай». Всем пока. Всем пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова